Время листопада. Куда девать опавшую листву? Что делать, если не сжигать? Экологическая милиция в Бендерах проводит сезонные рейды. Главная цель – пресечь сжигание листвы. Предупредить – костры из листьев вне закона. Сюжет – пресс-служба городской милиции в продолжении темы. Село Гиска. Густой и едкий дым разносится далеко по окрестности. Его тяжелый запах ни с чем не спутать. Это горит, сухостой и листва. Сотрудники экологической милиции спешат туда, где разгораются костры. Каждый вечер жгут. Вы объясните, что именно у вас там в яме? Я же ничего не опрошу. Листья в яме. С наступлением осени сельчане спешат навести порядок у себя в огородах. Сухие ветки и листья собирают в кучу, а дальше, чтобы избавиться от мусора, многие разводят костры. Что же делаете? Был мусор, немножко вспалили и все. Хозяин участка готовил огород к зиме. Правоохранителям пояснил. Листву всегда собирал в компостную яму. В этом году решил сжечь. Не знал, что это незаконно. О том, что сжигать нельзя, вы знали? Не знал. Не знали? Сжигать листву нельзя. Штрафы для граждан могут достигать более тысячи рублей. Куда девать сухостое листье? Экологи в погонах сельчанам разъясняют. Вы можете сделать компостную яму, либо вы можете вывозить. Оплату за вывод мусора вы оплачиваете. Опавшая листва – органическое удобрение. Она удерживает влагу под деревьями, защищает почву от промерзания зимой. Экологи говорят, самое простое и нужное – оставить листья в огородах и полисадниках. Это можно сделать в компостных ямах, либо под деревьями. Елена Расланова, Наталья Русова, Олег Машняга. Бендерское телевидение.